И еще о чрезвычайных происшествиях расскажет мой коллега Александр Смирнов. Звук выстрелов поднял жительницу Новогрудского района с кровати. Она выбежала на улицу и увидела, что соседский дом объят пламенем, а от высокой температуры стреляет шифер. Женщина сразу позвонила в МЧС и сообщила, что в доме может находиться хозяин. Спасатели провели разведку и в жилой комнате обнаружили обгоревший труп 61-летнего мужчины. Со слов соседей, пенсионер характеризовался посредственно. Огнем уничтожена кровля, имущество внутри дома, повреждено перекрытие и стены. Очаг возгорания располагался неподалеку от кровати, что позволило выдвинуть версию о незатушенной сигарете. Крупный пожар разгорелся накануне вечером в доме по улице Маневича в столице. Дым шел из окна на третьем уровне четырехэтажного здания. Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что очаг возгорания расположен на кухне. Аппетитом стихии разгореться не дали. Повреждено имущество на площади двух квадратных метров. Предполагается, что в происшествии виновата сама хозяйка квартиры. Она оставила без присмотра зажженную свечу, от которой и разгорелось пламя пожара. Большой переполох в поселке Дружный Пуховичского района устроил выброшенный мусор. В контейнере люди увидели банку с подозрительным веществом. Спасатели оцепили район и оперативно провели необходимые исследования. Специалисты МЧС с помощью анализатора замерили концентрацию паров в помещении, где находилась емкость. Паров ртути обнаружено не было. Демеркуризационные работы проводить не пришлось. Пострадавших нет. Опасный металл изъят для утилизации. Брошенный окурок стал причиной пожара в квартире по улице Маяковского в столице. Полыхал балкон на третьем этаже пятиэтажки. Спасатели прибыли вовремя, поэтому огонь успел повредить лишь небольшую часть имущества и балконную дверь. Возгорание быстро ликвидировали. Вероятно, что неприятный подарок сделал кто-то из соседей, когда бросил незатушенный окурок. А он залетел в чужую квартиру и устроил пожар.